Поморские славян В шиплопедии было таки около 300 тысяч человек, однако по последним данным, по последней переписи, официально себя кашубами признали 150 тысяч человек, а те, кто говорят по-кашубски, итого меньше 50 тысяч человек. Самоназвание кашубов происходит якобы, это гипотеза только лишь от одежды. Ну, в русском языке слово шуба, которое всем знакомо. Вот этой шубой называлась у кашубов такая накидка зимняя, сшитая из двух бараньих шкур, которая надевалась через голову на тело, и вот называлась шеба, то есть шуба. И отсюда название кашубы. Все лингвисты, современные лингвисты считают, что в России парадоксальная ситуация, поскольку мы не имеем никаких диалектов. Огромная страна, 11-часовых поясов от Калининграда до Владивостока и ни одного диалекта. Маленькая страна Болгария, там 6-7 диалектов, сильно отличающиеся друг от друга. Германия, саксонский, баварский диалект. В Польше, там, не знаю, говоры, на всяком случае, считается, что диалекты там. Мазовецкие, великопольские, малопольские. А у нас нет ни одного диалекта. У нас есть только говоры. Есть окающие говоры, есть окающие говоры, да. Корошо, молоко, корово. Но это никак не диалекты. Для диалекта существует определенная классификация, определенные критерии, чем он выделяется на фоне, скажем так, литературного языка. Того, что в немецком называется Hochdeutsch, да. Вот высокий немецкий, а есть диалекты. В русской традиции этого нет, поэтому мы не можем сравнивать, искать на территории России какой-нибудь регион, который нам бы как-то напоминал Кашубов, да. Польша это возможно, поскольку польский этнос и кашубский это родственные этносы. Не нужно никак в гадалке ходить, чтобы в этом убедиться. Они похожи, безусловно, и родственные, поскольку оба славянские. А у нас такого диалекта или народа нет. Ну, если сравнивать русских и белорусов, русских и украинцев, ну, это самая огромная натяжка, да, это примерно та же разница между ними, как между поляками и кашубами. С точки зрения языка, сейчас я говорю только о языке, очень частый вопрос, который мне задают, понимают ли поляки кашубов? Абсолютно не понимают. Для них это звучит прямо как марсианские какие-то глобары. На самом деле, не так и трудно понять поляку кашубский язык, если он видит предлазами текст. Но как кашубы произносит этот текст, это умол не постижено. Совершенно как бы, как будто жители другой планеты, честное слово. Поэтому, конечно, по простому поляку обычному, без подготовки, непонятно ничего. Типу, поляк скорее поймет чеха, словака или русского, белорусского украинца, но не кашуба. Это я гарантирую. Что касается самого языка, парадоксом, опять же, в сравнении с русскими, является то, что в русском языке нет диалектов, а в кашубском, еще раз повторяю, 150 тысяч носителей языка, 40 диалектов. То есть, практически, что не деревня, то другой диалект. Причем, они отличаются довольно сильно. Ну, пара фактов. Например, в польском языке, как известно, парокситоническое ударение. То есть, ударение падает на предпоследний слог. Оно стабильное и зафиксировано всегда. В ряде диалектов кашубских то же самое происходит. То есть, парокситоническое ударение на предпоследний слог. А в большей части, подвижное ударение, как в русском языке, что абсолютно не характерно для западнославянских языков. Оно фиксировано в чешском, словацком всегда на первый слог, и возникает дал год и потом. А вот в польском парокситоническое. А у кашубов разноместное. И, опять же, абсолютно по-другому произносятся дифтонги, которых в польском языке совсем немного. Ауто, не знаю, что еще там можно привести в качестве дифтонга. В кашубском языке они широко распространены. И так называемый шов или шва. Это буква, которая похожа на русскую букву Ё. И произносится как, ну, например, самое название. Кашубов – Кашая-э. Вот это такой специфический кашубский звук, который тоже поляков сразу настораживает. Любой поляк скажет, если речь зайдет о кашубах, что они слышали что-то про кашубские ноты. Ноты кашубские – это такая детская считалка, которую все кашубы знают, как отчинаж. И в которой описывается такая считалка, что ли, детская. Вот почему-то я лично с этим встречался много раз. Если поляки что-то и слышали про кашубов, особенно те, которые далеко от помоя живут, то вот это кашубские ноты, так называемые. Что касается кашубского языка, о существовании такого просвещенной Европы не знало. Пора и время – это где-то начало XIX века. В России, в Российской империи, не преподавалась словистика. Она не существовала. Она была в Праге, например, она была в Германии, она была даже в Саргонне. А вот в России словистики не было. И после наполеоновских войн, когда тогдашний министр просвещения принимал участие в этих войнах и сам лично видел славянские земли, а это был не кто-нибудь, как адбирал Александр Семенович Шушков, решил, что это не очень хорошо. И нужно основать кафедры словистики в российских университетах. В столице Петербурга, в Москве, в Харькове и в Казани выбрали четырех молодых ученых, которые изъявили желание изучать славянские языки, славянские литературы и культуры и отправили в Европу на стажировку, на изучение. Они получили, как сейчас бы сказали, грант от государства на изучении всех этих вопросов. И один из них, который был отправлен из Санкт-Петербурга, звали его Петр Иванович Прейс, появился на территории Гданьска. Тогда это был Танцик. И там познакомился с пастором Ранговиусом. Это был естественно лютеранский священник, который в качестве хобби занимался составлением словарей всевозможных, в том числе и переводных. И именно он сказал Петру Ивановичу о том, что недалеко от Гданьска живет такой народ, который, как ему кажется, родственен русскому. Что, конечно, вызвало крайнее недоумение у просвещенного Петра Ивановича. И он попросил обязательно его туда отвезти и показать им этот народ. Причем Ранговиус уверял, что вся эта похожесть связана с тем, что они называют волков волк. По-кашубски волк и сейчас. Волк. Только там дифтонг. Оу, волк. И вот от только одного этого факта ему хватило, чтобы счесть, что кашубский язык ближе к русскому, чем к польскому. Петр Иванович Прейс отправился туда, в кашубские земли. И после этого написал очень большое письмо. Она называется «Письмо господину министру народного просвещения от такого-то, такого-то». Вот, связанное с кашубами, с кашубским языком. Он сказал, что совершенно неожиданно для себя открыл новый, доселе неизвестный в научном мире язык. Очень оригинальный, очень интересный и очень дающий много пищи к размышлению, особенно тем, кто занимается историей славистики и происхождения славянских языков. Нужно сказать, что кашубский язык самый архаичный из всех славянских языков ныне существующих. Палапский язык ныне мертвый, поэтому кашубский самый архаичный. Я много раз приводил примеры тем, кто спрашивал по этому вопросу. Чем это доказывается? Не будем углубляться опять же в науку, скажу только, что, например, в славянских языках, восточнославянских, существует так называемое полногласие. Мы говорим молоко, борода, серебро, золото. Вокализм, полногласие. В западнославянских языке не полногласие. Серебро, брода, млеко. А вот в кашубском языке тоже молоко. Это мелко. А мелко, согласитесь, это уже практически мелко. Брода, по-кашубски борода, барда. Это почти барад английская. То есть к индоевропейскому корню гораздо ближе. И этим вопросом заинтересовался выдающийся польский и российский лингвист. В России его звали Иван Александрович, в Польше Ян Бодуэнда Куртене, который написал в конце 19 века, будучи доцентом Санкт-Петербургского университета, большую статью под названием «Кашубский народ, Кашубский язык и Кашубский вопрос», где расставил все точки над «и». Опять же, не буду углубляться в тонкости научные, где он доказал в семи пунктах, чем отличается Кашубский язык от польского. И будем считать, что на этом дискуссия закрыта. Безусловно, любой лингвист, любой специалист по словистике скажет, что Кашубский язык, безусловно, это отдельный язык и ни в коем образом не является диалектом польского языка. В польской традиции, правда, в традиции именно народной Польши, польской народной республики, было принято считать это диалектом польского языка. Еще раз скажу, с моей точки зрения, не только с моей, это чистая политика. Просто тогдашние польские власти несколько опасались того, что Кашубы могут вслед за культурной автономии потребовать себя автономии политической, что вызвало бы определенный антагонизм в обществе и могло бы вести к распаду и так уж с большим трудом собранного польского государства после Второй мировой войны. Поэтому в Кашубских школах был запрещен Кашубский язык, даже в церквях нельзя было по-кашубски молиться, а туда отправили в начальную школу польских молодых учителей, для которых специально даже издали Кашубско-польские словари, потому что Кашубские этих не понимали, этих учителей, а они, соответственно, не понимали этих детей. Это была большая проблема. И вот еще Петр Иванович Прейс писал, что с его точки зрения лет через 50 этот язык исчезнет. поскольку подвергается очень сильной германизации в той части Кашубии, которая находилась в Пруссии, и полонизации в той части, которая была на территории Польши. И ни те, ни другие не очень хотели, не очень приветствовали развитие этого этноса как такового. По разным причинам, скорее, не лингвистического порядка, не культурологического порядка, а политического порядка. Что, в общем-то, наверное, можно понять, но никак не простить. Таким образом, Кашубы оказались в такой самоизоляции. И, в общем-то, Кашубский язык это язык Кашубской деревни. Большой культуры по понятным причинам они развивать не могли просто, потому что не имели для этого никакой материальной базы. Я сегодня принес часть своей библиотеки по Кашубскому вопросу, которую в конце покажу для тех, кому это будет интересно. Существует даже вот изданный в Вене учебник, написанный австрийским ученым Фердинандом Ной Рейтером «История Кашубской литературы». Правда, у меня он в польском периоде «История литературы Кашубской». Вот какой том. Так что, понимаете, литература существует и довольно, и довольно большая. Тем не менее, совершенно практически неизвестна. Итак, мы с вами остановились на том, что Кашубский язык отличается от польского, и это отдельный язык. История развивается, события происходят бурные вокруг нас. В современном польском государстве, а Польша, как все мы прекрасно знаем, является членом Европейского Союза, Кашубы наконец-то обвели статус национального меньшинства. Соответственно, теперь гдониское телевидение транслирует ряд передач на Кашубском языке, по радио тоже выходят различные просветительские, культурологические передачи, издается литература, журналы, периодика на Кашубском языке. А Кашубскому языку присвоен международный трехбуквенный код. Я назову его по-английски, наверное, чтобы не путали. Си-эс-би. Но Кашубин по-английски пишется через букву Си, да? Соответственно, Кашубский язык Си-эс-би. Существует и Википедия на Кашубском языке. Тем, кому интересно, могут ее открыть и посмотреть, что там есть. Она, к сожалению, не так богата, как польская или русская Википедия. Но, тем не менее, существует и развивается. Так что, будем надеяться, все это будет происходить сейчас куда активнее и живее, чем происходило раньше. Ну, а для тех, кто хоть как-то заинтересовался темой, связанной с Кашубами и с их историей, я просто продемонстрирую книжки, которые принес. Все они доступны в интернете. Те, кто с интернетом на «ты» легко найдут их, смогут ознакомиться. Ну, прежде всего, «Кашубская грамматика». Вот книжка, которая называется «Кашубская грамматика». Ее авторы Ежи Тредер, к сожалению, недавно скончавшийся, и Эдвард Вреза. Это два профессора Гданьского университета, оба Кашубы по происхождению. Вот они составили грамматику, которую я использовал, например, для тех студентов, которые интересовались кашубским языком. Кашубскую литературу я уже вам продемонстрировал. Существует энциклопедический словарь, «Кашубский язык», «Порадник энциклопедичный», тоже он по-польски, к сожалению, не существует, только по-польски, по-русски. Почти никакой литературы о Кашубах не существует. Тоже издательство Гданьского университета. Тем, кто интересуется «Кашубской историей», есть учебник «Поджет», к чему он поможет Гданьский ягод, тоже на польском языке, изданный тоже в Гданьске, также. Ну и существует также огромное количество книг, которые связаны, например, с «Кашубскими обрядами и обычаями». Вацлав Одинец, автор, или, например, «Кашубские сказки», Франшишек Сенджицкий. Тоже все издательство издается так называемым сжершением по-морско-кашубским в Гданьске в разные годы. Ну и существует «Кашубско-русский фразеологический словарь вашего покорного слуги», который был написан в качестве приложения к моей диссертации, которая называлась «Кашубская фразеология». Эту диссертацию я защитил в 1983 году, и к ней уже тогда прилагался этот аннекс, это такое добавление в виде кашубско-русского фразеологического словаря. Это очень необычный и очень специфический материал. Ну, например, я не знаю, я могу в сетки приводить фразеологизмов кашубских. Не знаю, догадается ли кто-нибудь, что значит, но в дословном периоде по-кашубски это «Сайти Ганаси» скоба, а по-русски в переводе это «шведы ощипывают гусей». Как вы думаете, что этот фразеологизм означает? А означает, что он всего-навсего идет снег крупными белыми хлопьями. То есть, как будто бы их соседи-шведы на другом берегу Балтийского моря занимаются тем, что ощипывают гуси. И путеводитель авторы Ружа Островска и Изабелла Трояновска. Очень интересная книжка. Судя по тому количеству закладок, которые у меня здесь находятся, это книга, такой энциклипедический словарь кашубской жизни. Абсолютно про все. И про вышивку кашубскую, которая значительно отличается и по колористике, и по технике даже от польской, скажем. И о фольклоре кашубской. А там, ну, чрезвычайно интересный фольклор. Одна демонология кашубская стоит, я не знаю, описание, потому что у кашубов где-то около 50 разных демонов, которых нет ни одного другого славянского народа. Например, у них даже два типа вампиров. Один называется «вещий», ну, от слова «ведающий», да, «знающий», «вещий» олег, но, правда, слава Богу, не был вампиром. И «опий». И очень интересно различие, чем один вампир отличается от другого, один тип вампира, от другого типа вампиров. И вплоть до конца 19 века существовали просто какие-то ну, чрезвычайно экзотические обычаи. Как человека, который был заподозрен в том, что он вампир, каким образом нужно было его хоронить, как нужно было предстерегаться от того, чтобы этот вампир не вернулся за живыми. Например, обязательно нужно было в гроб этому предполагаемому вампиру сыпать маковые зерна, потому что считалось, что вампир одно маковое зерно влезет год. То есть, если сыпануть туда щедрой рукой эти маковые зерна, то на много столетий этот вампир успокоится. Очень кровожадные есть обряды, связанные с этими же вампирами, и ладно Бог с ними, с вампирами. 48 других демонов, каждый из которых, но чрезвычайно любопытно. Правда, некоторых можно найти и у соседних народов, например, песочный человек, у немцев Зандман, по-польски это обижение, по-польски извините, которые, значит, детям сыплят песок в глаза, чтобы их усыпить, когда они плохо себе ведут и не хотят спать. Или, например, дикая охота, дзюйва яхта, по-каршубски, это у белорусов, например, встречается, да, это такие духи охотников, которые ходили на охоту в пост, что было запрещено, и потом, значит, когда они погибли в результате того, что их преследовали злые духи, они потом заманивали и остальных охотников, которые, опять же, не соблюдали пост и в это время охотились. Надеюсь, что вы сможете посетить Кашубию, ее формальную историцу Вейхерово и другие города. Там вам предложат очень много интересных объектов, например, на территории Кашубии есть скансен, такой музей народной архитектуры, собранный из всей территории Кашубии в одно место, такие кижи местные, деревянная архитектура, где все это показывается. Город Лемборг очень интересный, красивый, тоже находящийся на территории Кашубии, где есть фотографический музей. Ну и, безусловно, природу Кашубии, потому что даже поляки называют эту территорию Кашубской Швейцарии. Там нет, конечно, таких высоких гор, как в Швейцарии, но, тем не менее, есть что-то наподобие гор и очень живописные озера, леса. Эта территория действительно богата просто замечательными видами. Кроме всего прочего, тем, кто заинтересовался этой темой, советую посмотреть фильм, который совсем недавно, года два тому назад, был снят, два-три максимум. Он был показан у нас в Петербурге во время Дней польского кино, по-моему, в прошлом году, в начале прошлого года, в апреле. Называется он Камердинер. И снял его известный режиссер Филипп Байон. Кстати говоря, главным уровнем сыграл известный польский актер Януш Гаюс, который не является Кашубом по происхождению, но там он играет и говорит по-кашубски в этом фильме. Януш Гаюс известен нашему зрителю по фильму «Четыре танкиста и собака». Он как раз сыграл главную роль Янека, главного героя этого фильма. Тот там, конечно, здесь он уже снимался в весьма пожилом возрасте, но это очень интересная роль. И вот в этом фильме как раз впервые, наверное, в польской истории показана правда о Кашубах и о том, что, какие трагедии у этого небольшого, но очень гордого народа в жизни случались. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...